С кем я не знаком, позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Андреевичеков. И я хочу провести очередной наш замечательный семинар. Вебинар для тех, кто подключен к нам удаленно. Еще раз, здравствуйте, я вижу, подключились новые люди. И хотел бы это выступление посвятить такому вопросу, как моделирование всяких хитрых, красивых орнаментов. Надо сказать, тема очень сложная, особенно если не знаешь правильного подхода. И насколько вот вопрос, она полезная. Ведь есть же куча библиотек, где имеются готовые. Естественно, когда тебя устраивают готовые, ты просто берешь его в койке. Иногда, правда, приходится делать какие-то свои вещи. Притом тот момент, который хочу показать сегодня, те приемы, они достаточно универсальны, и есть много иных вариантов применения, которые не связаны с орнаментами, но однако будут чертовски полезны. Итак, о чем мы с вами с вами поговорим? У меня есть две заготовки. Раз и два. Мы с вами увидим, вернее, я покажу вам, как легко и быстро простраивать орнаменты, которые смотрятся как будто это, ну, либо гипс, либо гизба под деревом. Красиво. А дальше есть очень важный момент. Видите, такой орнамент, он может быть очень длинный, допустим, представляет из себя какой-то молнин декоративный. Красиво. Значит, нам нужна некоторая часть, которая будет повторяться. Притом не просто абы как, а абсолютно дешевая. То есть при копировании этой части вершины должны попадать друг в друга без малейшего отрыва. Что достаточно хлопотно. Потому что сделать так, что вершины прямо совпали микрон в микрон, очень трудно на глазочек. Нужно найти какой-то хитрый такой трюк, чтобы раз вот они садились. Ну, а дальше мы видим, как вот этот орнамент в плоскую посадить, например, на гнутый молдинг. Вот у нас есть такой чертож молдинга. Ну, или фризис, скорее всего, и отмену, чтобы этот орнамент сел вот сюда. Это я с смартфюмом сбоку. О! Еще одна речь, которую я вам покажу. Как создать орнамент с круговой селентой? То есть вот есть некий сектор, который повторяется. Опять-таки, этот повтор должен идти идеально без шва. Так, чтобы не было видно ни малейших шовчиков между этими секциями. Надо заметить, что запись этого вебинара будет выложена на YouTube. И если вам потом захочется его пересмотнуть, на паузе повторить за мной действие, это для вас не составит. Ну, давайте начинать вот с нашего первого пациента. Вот такой вот такой. Надо сказать, что в МАКСе, на мой взгляд, и было, и остается самой эффективной техникой полимоделения. И использовать патчи, или тем более нюкс, на такие задачи, ну, в общем-то, бесполезно. И с чего же мы начинаем? Можно начать с построения линий. Во многих орнаментах есть некие линии, которые мы легко простраиваем. Можно начать с декоративных элементов листиков. Или вот этого три листика. Но давайте начнем с линии. Так сейчас будет проще. Как простраиваться линии? Это обычная команда логи. Строим их через некие равные расстояния, расставлять точки. Притом желательно начать с небольшим запасом с оружием. Ни в коем случае эту линию не осуществляем. То есть вот эти вот отрезки, они прямые. Ну, это нет, не будет много времени у нас. Определенно. Готово. Теперь отстраиваем вот этот вот завиток. Притом здесь завиток, но надо понимать, что это не совсем орнамент точно здесь. Это такая приблизительная графика. То есть тут показано, то что орнамент отторван, отторван, от, вот эта часть отторванных основной части. Фактически это не так. Естественно, эти линии должны быть в день, чтобы это как бы стебель плюща и он вот так вот расходится как классический параллельно однажды. Поэтому, естественно, я несу его вплотную. Вот так. Листик этот, он будет находиться выше стебля, он должен перекрывать вверх, но он не должен его разрывать. Не, можно, конечно, делать совсем декоративный такой, где он поплавливает. Ну, я бы не назвал, так хорошая идея, как халпортная. Ну вот. Заметьте, я начинаю не совсем от края, то есть вот эту ступеньку. Надо сказать, что там, где листик примыкает, лучше поставить точку. То есть желательно, чтобы точка одна стояла напротив листика. Так проще будет делать ступолочную цель. Ну и еще нам нужна закорючка такая, похожая вот здесь. Тоже отстраиваем соответствующий кусок. Прекрасно готово. Теперь мне нужно сделать правильные поперечные сечения. Что же поперечные сечения? Вот эти вот орнаменты все классические, будь то резьба или гипс или комплюритам, они во всех случаях выглядят с неким специфическим профилем. Я что имею в виду? Ну, вот, например, орнамент. Ну, совершенно другую, конечно, деталь, но мы здесь отлично видим, что есть достаточно четкие линии, которые служат по своему профилю. И если вы посмотрите любой подобный орнамент, вы увидите, что там есть некая выпуклая такая часть, которая создает основную основную дизайн. Чтобы хотя бы минимально эту часть повторить, нам нужно, что вот эта линия состояла из трех отрезков. Два по краю, один по середине. Такой дон, который на середине мы сможем приподнять и сделать выпуклый. Как же побыстрее сделать стройную линию? То есть мне нужна не линия, мне нужна плоскость. То есть должна быть такая лента. Лента, идущая вот так вот, у которой три профиля, и они вот так вот идут в секции рентгенда. А сделаем вот так. Мы используем команду свип, которая строит на пути, а путь у нас вот перед нами любой произвольный проект. Мы даже можем эти линии между собой подтачить сразу. Я могу открытые линии приделать оттачу вот эту и вот эту. А это чтобы свип сразу сделала модификатор. Применим модификатор свип после оттача. О, кстати, а я забыл кусочек вот здесь. Ну-ка, мы сейчас его достроим. Ну, собственно говоря, мы его достроим. Я возьму вот этот фрагмент и просто шифтом скопьеду сюда. Такой-секой. Видно, что рисунок сам по себе не совпадает и здесь, и здесь. Я, конечно, мог бы его немножечко по фотошопе заранее, чтобы он четко совпал, но не стал. Эти наброски, естественно, имеют сугубо художественный такой, как бы, скажем, образ и не обязаны совпадать. Ничего страшного. Это не беда. Главное, чтобы мы с вами понимали то, что вот эту часть придется как-то перекинуть сюда. Хорошо. Давайте приделаем модификатор слит. Ну и вот, что он строит. Сейчас он построил вот такой уголок. Ну, никуда не годится. У свипа есть разные варианты секции. Можно вместо уголка выбрать, допустим, цилиндер, но в этой не так. Хотя, кстати, есть такой нить, вот. Поэтому я сделаю вот что. Я включу режим custom section, означает произвольное сечение. То есть, я приказываю свипу сейчас построить сечение не какое-то готовое, а вот какое я схожу, такое стоит. Ну, а какое же сечение возбудения? Возьмем команду line, линия, и начертим вертикальную линию по ширине вот этого форнамента. Оп, вот, готово линию. Это и есть сечение. Только я еще скриптую. Я включу редактирование точек, и ровно посередине добавлю еще одну точку. Ну, это можно сделать через сегменты и команду divide, это есть прямо в принципе посередине. Ну, или на глаз файм. Ну, я сделаю divide. То есть, вот у меня линия, но она из трех точек. Одна точка, вторая точка, третья точка. Третья отрезка равна другая. И то, что интересно, если я выключаю вектор, эта точка никак не видна. Но это не значит, что слип идет. Давайте возьмем снова линию и слип скажем пик и укажем эту вот маленькую линию. и что я вижу. Я показал линию и ничего не произошло. К сожалению, он построил линию поперек. Вот что он сделает. Бывает, ничего страшного. У слип есть регулировка angle, угол. При ее изменении слип поворачивает линию в любую сторону. Как хотите. Хотя важно понимать. И это сейчас будет очень сильно решать. Я поставлю 90 градусов, но я не знаю, вот эта сторона, она лицевая или обратная. Тут важно понимать, у линии есть лицевая сторона, а линия есть не лицевая. И нам важно, чтобы лицевая смотрела на нас. А как увидеть лицевая или нет? К сожалению, наверняка. Силами последних трендумаций разработчики сделали так, чтобы лицевая сторона не только появляла. Это очень плохо. Потому что мы не сможем никак рисовать много или обратно в ней. И на ренды или человеческие. А когда войдет до такой засады, уже скажу не очень очевиден. Лучше разорваться. Проще всего разорваться. Нажер по объекту право кнопка выше. Выбрать помжек оптицы. И в этом диалоге есть галка BackFaceCout. Вот если она поставлена, то тогда обратная сторона явно видна. Как она видна? Она просто исчезла. Я ставлю BackFaceCout и нажимала и нажимала Оба а обратно это как раз смотрите. Зараза исчезла. То есть значит крутить его нужно не на 90, а на минус 90. Вот так. Еще раз посмотрите. Вот эта сторона видна, а эта сторона не видна. Естественно к нам он лицевой должен стоять. Глупо. Отлично. Лицевая сторона к нам. Все хорошо. Теперь можно смело конвертить в Editable Poly. Я нажал Продактор и конвертить в Editable Poly. Ну и сейчас конечно я буду строить какую-то центральную часть вот этого. Давайте построим вот этот листочек. Можно просто начать с Доббелом. Здесь листочка с листочкой. Ведь эта лента по центру должна быть хитрой. Все идеи в чем? Она должна быть плоской. Я включаю лента и двойным щелчком выделяю это ребро, это и это. Но говоря ребро я конечно имею ввиду набор когда вы щелкаете дважды выделяете все и теперь в виде сбоку или сверху я могу придать толщину этой детали. То есть вот так выдвину ребро наружу ну или в окне перспективы что вам было лучше видно я придам этому профилю выделить. Я думаю вот так вполне достаточно. что дальше отключив ребро давайте приделаем модификатор open sub он закругляет модель с тем же успехом можно было бы использовать только смуф но опыт сом дипсом теперь чем сейчас увидите я поставлю ему две итакации и вот смотрите ничего так вполне но что мне не нравится профилю закруглен то есть от профилю получается кругленький а в жизни он имеет вот такую четкую филенку понимаете как ее сделать но я первый за чем филенку команда чем это сделает из новой и на 2 правда это усложник немножко надо сказать что почти идея нет которые это не это настройка криз жесткость этим как раз интересен модификатор open он может для любого ребра настраивать жесткую закругленьку то есть если я вернусь к нему кейш пока не выделено это очень удачно я найду настройку криз вот она ровно меняя ее я смогу усиливать жесткость этого ребра то есть создавать более 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 жесткие сейчас только я конечно могу на глаз поставить я просто знаю что но я не вижу результатов я буду менять не вижу что поэтому лучше бы нажать команду показывать конечный результат и тогда уже смотрите какая премьер я меняю криз и я вижу как ребра становится жестким вот 0 1 фактически на мой вкус при таких раскладах значение 0,3 0,3 это просто что я написал то есть мы теперь видим как у нас этот профиль получается такой с красивой филенкой челеткой 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 минимальный ну давайте теперь уже можно любую секунду переключаться к editable поле возвращаться к open сомневая модель дальше и так как сделать 3 листик надо сказать очень легко если один трюк увидеть двойной щелчок поэтому левую шифтон копирую сюда это выход на дат лист еще раз копирую еще раз копирую еще можно нажать alt x что видит на сквоз три вершины в конце командный коллапс я соединяю в одном ну а эти вершины просто расставляют в чертюшках ну это вряд ли для кого-то послужило удивительной сенсацией что можно так делать единственное что заметьте вот тут последние ребра вот эти последние ребра не унаследовали настройку крис крис дошел до сюда а дальше пошел в любой мне нужно чтобы здесь было 0-3 и тут тоже 0-3 то есть после такого модели мне придется двумя шлычком выделять опять центр видите настройка кризис окошко пустое тем самым система говорит что цифр измен но выбер который выделил значение разного поэтому я тебе покажу сколько потому что там отличаются увеличат а я просто забыл перепрошу 0-3 и вот такая прекрасная получается штучка а как два боковых сделать листика тоже очаровательный ход но мне очень нравится берем вот эти вот ребра делаем коллект а что дальше а дальше вот эти точки просто вытаскиваем вот сюда а теперь выделяем уже ребра вот так и делаем снова и опять постаскиваем точки в общем надо сказать что в этих орнаментах самые главные команды добавляющие ребра опять на комент то есть я выделяю ребра нажимаю получаю новую точку подтаскиваю мало хорошо выделил эти нажал коннект еще получил модул но вот так вот неспешно устраивается любой даже самый сложный здесь можно если заранее понимаешь что коннект есть можно войти в диалог коннект и потребовать несколько коннектов наверняка в этой команды знакомы по предыдущим изучениям максимум что в поле моделин пожалуй самая лучшая команда для добавления ребра вот здесь у нас получается две точки в углу и это хорошо тем что угол будет жесткий когда у тебя в углу две вершины угол неизбежно получается очень жесткий ну а здесь я бы сказал хорошо потому что сейчас получается но и теперь я конечно выделяю вот это ребро все двое 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 щелчком и ставлю криз 0 вуаля вот получается то что я хотел можно еще конечно включив вептексы включить показывать конечный результат и в этом режиме подвигать точки дополнительно поискать для них оптимальную поставку ну а это если прямо уж называется хочется идеально совместить что я бы сказал готов но нам нужно еще здесь пообъединять вот эти вот профили и нам нужен таких трилистников еще как минимум два но на самом деле вот это нам уже не нужен потому что видите здесь вот граница орнамента она трилистик не включает а вот эта граница естественно включает вот эти красные линии это условные границы я сам подосылал в фотошопе ну просто так для себя примерно не обязательно точно сейчас вы поймете почему так что дальше линия телевизора трилистник здесь нужно посадить мы берем все полигоны имеющегося трилистника то есть вот эти тут очень важный конечно ничего не профукать и без затей копил с шифтом сюда вот еще один трилистник как элемент конечно же он должен быть другой но я думаю все понимают что поправить форму и смоделировать заново это для больших резниц тем более это можно сделать достаточно быстро во всех почти орнаментах есть повторяющиеся элементы рисунка которые вы без труда сможете вот так копировать жалко что мы теряем время было бы конечно нечестно подсунуть готовы уже сделать орнамент и показать только завершение работы тема хорош что у меня есть достаточно времени полтора часа и я могу показать сначала до конца все вот это вот выход на него и возникает вопрос как шить как решительство но это команда таргет вилки поделать то есть я вот эти точки расставляю вот эти три точки нажав таргет вилки я эту точку пришиваю сюда эту точку сюда эту точку сюда проверяем что получилось здесь вот еще один трилист симпатичный теперь как сшить вот эти копии между собой но обратите внимание придется сначала организовать ситуацию где все-таки напротив каждой стыковки есть ребро это минимальное требование дальше вот эту точку мы стыкуем к точке крайней но лучше наоборот крайнюю точку сюда для того чтобы высота поднимается но и это плохая идея если я стыкую она высоту поднимет но сразу поднимется вся секция а мне нужно сделать вырез сначала то есть вы берете команду и визуально вот так делаете врез относительно нужного профиля вот так вот и дальше если вы видите что высоко сохранились вы команды target weld эту точку стыкуете сюда а эти точки стыкуете сюда именно вот так вот достаточно странно и что получилось получилась вот такая вот ставка более того вы можете потом вот эту точку вообще удалить контр выбор спейс но или вот эту но вы видите что при этом немножко страдает нормально или target weld вот так ее вшить можно что плохо да вы видите очень мягкая стыковка вот так в остальном же если вы хотите стыковку пожестче можете сделать криз прям вот эту стыковочную линию либо сделать чайфор то есть получить эту линию двойную вот так вот она получается двойная за счет чайфора что естественно дает жесткую стыковку но обратите внимание что я не довел ее до конца то есть я катом построил вот так но я не вышел вот на эту точку почему не вышел тогда нарушится вот эта линия если вы каком выйдете на центр и на центр собьется так же сейчас все идеально и вот набешевно все идеально состаковано и заметьте профиль сохранился более того если очень хочется можно довыделить профиль вот так вот и криз поставить на 3 тогда прямо все до самого конца вот так вот сохранить жесткость что теперь тут ну давайте я повторю заново все эти тонкости они несложны как вы уже видели то есть что мы делаем мы делаем кат отсюда вырезаем вот такую штуку почти до конца но не до конца берем target точку и стыкуем эту точку сюда а эти две нам и потом можно эту сюда почему-то зачем такая странная разночка там высоко если вы увидите все то же самое видеть перспективу что при таком подходе высоко вырублены и опыта садбит все хорошо на что получить жесткую стаковку можем выяснить выбираем шелчок 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 что остается но пожалуй только листики остаются с листиком мы стоили такая я его лучше нарисовать отдельно я не вижу смысла привязываться к основной части то есть я вот так рисую плоскость разогачиваю ее приблизительно у этой плоскости мне нужен один сегмент идущий вдоль и три или максимум четыре сегмента вперед то есть вот сейчас разметка конверта пол здесь точки мы соединяем в одну командой collapse и ставим ее сюда совет вы можете работать не с точками а с рёдом то есть прям выделяется реврот и команды масштаб можно делать его больше меньше и команды поворот поворачивается так как видите мне удается значительно быстрее сформировать нужное очертание я с клавиатур очень быстро переключаюсь между командой масштаб и движения и поворот и вот я уже почти сформировал все лучше маленькой секции лучше отлично вот что нужно дальше естественно я выделяю центральную вот и видя сбоку здесь я вижу насколько ее поднято вот насколько ее поднято на толщину нашего основного вот теперь листик вытекает получается отключили посмотрели вот такой чудесный листик как его присоединить к основному рисунку мы берем основной рисунок возвращаемся в этот облак делаем опять же присоединяем листик видно что здесь нам нужно немножко переставить точки конечно и продолжаем также вырезаться форму основной то есть вот сделали такую штучку маленькую и продолжаем таргет реалом все это 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 open sub не хватает только кризис то есть надо выделить вот эти вот ребра они уже выделены и поставить кризис на мы получаем чудесную форму можно точки включить батаре немножко вот все листик получился есть здесь листик ну давайте я этот листик скопирую со мной это конечно ужасно надоедлива вот эта вот тема то что вы должны постоянно с ними работают копируются это очень 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 употребляет такие детали но с другой стороны как и любая другая работа если можно сделать то приходится что называется потерпеть информацию самое главное что она выполнима и надо сказать выполнима не так уж и сложно то скорее вы дальше увидите хитрые подходы технологические которые позволят нам до конца все обвести но с вашего позволения как-то основусь здесь я как всегда сделал к target уже не в первый раз мы видим этот прием типа это сюда потом это сюда это сюда это сюда смотрим вот так вот несколько листиков правда посложнее но давайте я чуть-чуть халтуру с вашего позволения сделаю один скажем вот так почему этот листик такой сложный потому что перелезает через наш обычный орнон он находится выше стык куда-то сюда это будет немножко сложно я беру листик очевидной можно вот так копирую его сюда размотачиваю ну знаете я ее куда-менее тревел он как бы перелезает через ветку можно было конечно сделать более примитивной ветку просто разорвать в этом месте то есть как вот в оригинальном скетче но это конечно не то же нет тогда такого эффекта объема но листик будет стыковаться вот к этой секции куда-то он же должен перестыковаться он не висит воздух это только так показано на самом деле вот на устыковочной точке вот я его сначала пристыкую не буду пока напрягаться на тему а как же там они пересеклись как пересеклись ну куда перестыкаться вот таргет вел эту точку сюда потом обратно ну и потом вот эти точки так вот листик встроился но на самом деле вот видно пошла конкретная ситуация что мы делаем мы берем вот этот сегмент центральный и выходим боковой вид и надо листик поднять вот так чтобы он оказался выступающим за мной чтобы он тогда перепрыгивал следующий стиген тоже приподнимем только не так сильно и предыдущий тоже придется приподнять вот такое и вот что листик делает давайте полюбиться он именно перемахивает через основную часть терминга не хватает немножко вот этой секции еще дизайна тогда предпоследнее тоже можно приподнять камеру но это уж такая получается лепка да сами видите прибыль вот эта точка должна быть вдоль лепки хорошо но как же быть с тем что форма листа немножко отходит от основного органа да никак ничего не значит органа все равно будет иметь массивную подложку на которой все толщины выдавались с вашего позволения друзья мои поскольку временного бинара не резинового я не буду листик устраивать если не надеюсь не простите потому что устроек старушек и вы пока рисунок вот такой но здесь по крайней мере хорошо и что-то мне говорил еще подложки а ну кстати здесь очень красиво этот дизайн а я вот эта точка она так-то стала без и даже отодвинув ее сюда я получаю достаточно сильное повреждение поэтому придется здесь все-таки выделить эти добрые прочательные чайфер очень хорошо помогает в таких моментах потому что он создает двойные точки позволяет их как-то вот так развести и сразу все становится как вы помните я чайферил вот эти стыки но виски я не чайферил потому что связка очень маленькая изначально и она не сильно вытекает но вот отлично теперь подложка это самая легкая часть подложки у нас будет идти аж вот досюда толстая на самом деле прошу включаем выделить бордер то есть границу и рамочки выделяем все бордеры вот так поймаем и теперь в виде сверху с шифтом копируем их вот так вот он готов локал шаг выкрутить но только видите у нас они вот так вот туда-сюда скачат это изолистик они там все-таки немножко неровные я там не особо париться знаю о проблеме но как может быть подправиться есть такие кнопочки называются их сибиризм вот они срабатывают они чисто я немножечко послую то есть есть риск не снова удивиться посредством я вот думаю по игре подравняю нажму кнопочку что получится от кнопочки ничего хорошо не получится отмена а что насчет кнопочки Z вот замечательно видите что было вот линия готова я нажал Z и она по глубине выразилась то есть что такое кнопка Z она по глубине расставляет все точки идеально в отношении поэтому нажав одну единственную кнопку вы можете сравнять линию в плоскости ну и теперь мне остается лишь поставить ее куда-то вот сюда ну вот визуально подразметку если очень хочется можно даже зашить ее сзади команду К вот вас только надо я вижу никакую причину делать орнамент модолит команда могла бы послужить такое причине так я бы собираюсь выполнять здесь а значит пускай будет пускай с одной стороны подумаешь зато здесь вон она какой красивый замечательный орнамент получается идея понятна? можно также с помощью команды криз криз немножечко сделать криз по этим линиям что профиль орнамента был не вот такой а с четкими колочками чтобы здесь были колки обозначены но я думаю это нравится вообще ладно это была простая часть кладушника это была простая часть она технологически простая нет ну скажем так подберете сколько-то помучиться пока вы подберете пьючер такого моделинга ну это часов даже пересмотреть там приема разговарив общаться единственная команда которая применяла кризис ну там приема уверен в системе бизнеса тут нет никакого особенного шестого кнопки а вот дальше кнопки все потому что я убираю open садик мне нужно сделать такой орнамент из десяти вот этих секций притом без шовно объединенных придется его резать дорогие трусля вот по этой линии как его разрез я включаю вертус мне нужна идеальная вертикальная видная разрез я включаю команду slice plane плоскость разреза команды поворот стреляст и разворачиваю поперек и теперь мне нужно найти нужную точку вот это и будет точка разрез она может быть дальше или ближе это не особо важно вполне может быть здесь нажимаю кнопку slice предварительно поставив галку split то есть разделить разделить нажал slice галка split разрезала часть на элементы то есть теперь если я включу элементы вот эти вот части они их удали возникает вопрос ну ладно тут все хорошо я даже могу вернуть обратно open sub div и может быть чуть подкорректировать вот эти вот изгибчики хотя нет все хорошо ничего жесть как найти вторую как найти второй где понимаете что заценить что будет если я скопирую эту деталь я сделал копию просто ровный блок и я могу переналожить копию детали на оригинал вот так и что же мне покажет край этой копии то есть вот эта линия красная ей верить нельзя она пролезла произволь я фотошоп не глаз не гонал и все но я сделал копию деталей включил давайте включу другой цвет я расположу ее ближе к нам то есть вот так ближе к нам я имею ввиду ближе к окну фронту чтобы она всегда была выше чем оригинал а теперь я включу привязку два с половиной точками и вот так так вот их совмещу идеально детали наложились что я вижу вот вот эта линия разреза именно по ней они и должны состыковаться понимаете что то есть я беру оригинал и я понимаю вот линия такой такая первая автомат лак это не ADC мало это может сделать команду qu évidemment точно но она может подписаться и получается очень даже не то есть я включаю команду Click Slice и показываю по этой точке и по этой точке. И Click Slice по указанным точкам разрезает. Опять-таки сгалка сметана. Теперь я стираю копию, но здесь пошел разрез. Вот он разрез. Теперь я могу по этому разрезу опять элемент удалить. И вот они. Готовы. Теперь у меня получается бесшовность. Но вопрос, получается ли, потому что вот этот отрезок, да, я делал правильно, вот этот, не факт. Значит, придется сделать так, чтобы получилось. И я возьму эту деталь. Уже обрезан. Сделаю копию. И посажу с привязкой идеально на свой прототип. То есть сюда. Вижу, о-о-о, как плохо здесь не совпало. Здесь не совпало. Наверху. Ведь наверху, по идее, должно совпасть. А вот наверху совпадение делал. А здесь и здесь нифига. Ничего страшного. Я объединю их оттачи. Включу target field. И детальки вот эти теперь соединены точно. То есть вот это достаточно плотная затея, потому что мне нужно действительно идеально точно все это соединить. Есть, правда, вариант по-другому ставить. Профили-то одинаковые. Я могу удалить вот эти профили. И ловко воспользоваться командой bridge. и там вот эту секцию я могу даже немножко передвинуться вот сюда для большей красоты. Bridge все пошел. А теперь, друзья мои, я опять все это удалю. Я опять удалю вот этот час. Зачем же я копировал и подсоединил, чтобы опять удалить? Вот. И теперь я подсоединил вот эту часть. Идеальный удален это в сфере не совпало. Они совпали неприблизительно. Совпадели абсолютно идеально. Смотрите. Если я возьму эту деталь, скопирую. Если стыкул с привязкой, стык абсолютно. Понимаешь, что это значит? Это значит, что теперь я могу дешевле их объединять сколько хочу раз. Ну и дальше есть такой трюк. Я беру эту деталь, смотрите, какой интересный подход. Я хватаю ее вот за эту точку в шестом в стрелеце и копирую вот на эту точку. И ставлю 9 копий. Окей. И вот у меня получается дешевле. На этой технологической степени он довольно заворачиваем. Однако отлично работает. Берем базовую деталь, нажимаем оттач и оттачиваем все прочие. Но важно понимать, после оттача детали совпали. Но точки по-прежнему разорваны. То есть там, где у нас был стык вот этот и его не видно, но там есть суропа разрыва. То есть, заметьте, я беру любую точку, кроме вот эту, двигаю, точки передвигаются. Двигаю вот эту точку и они разрываются. Много счастлива разрыва имеют нулевую оттачу. То есть, точки разорваны прямо идеально вот так совпали. То есть, я могу выделить все точки вообще теперь без разрыва. Вот так вот. И войти в диалог команды Велта. И Велта говорит, а ну-ка поставь мне расстояние, равное или меньше которого можно соединять точку. Я говорю, давай ты поставишь расстояние 0,01. То есть, ну, если это сантиметр, значит, это 100 реклам. Это очень мало. И Вел говорит, даже при таком расстоянии вместо 3800 точек будет 3700. Я говорю, Потому что эти идеально совпадающие точки готовы склеить, я нажимаю да, и получаю абсолютно бесшовную оборудование. Любое оборудование. Теперь, если нужно длиннее, можно еще раз скопировать, можно деть штуку вот так вот, раз, будет 20 штук. Ну и дальше сколько угодно расстояние скопировать. Если я поставлю OpenSubDiff, окажется, что этот торнамент вот так вот безупречно выглядит, и все его завитушки соединены. Ну, то есть шва вы не найдете. Но это все равно только начало. Я выберу пока OpenSubDiff, хотя можно оставить на самом деле. Вот это вот фрегмент молдинг классического. Я обрисую его просто командой line, и собираюсь выдавить X. То есть вот так вот в размерах, line. Я строю этот молдинг. ну, вроде не плохо началось. Ну, сейчас здесь после сборки обработан напильником. Все круто. Сделали экструд. Получили вот такой вот длиннющий молдинг. А вот теперь задача прямо на него вот сюда посадить наш орнамент. То есть придется орнамент как-то и загнуть по-хитрому. Орнамент это вот. Как бы он идеально не против приделать молдинг. Но как же его загнуть, чтобы он на молдинг сел? Есть такая операция, она называется деформация вдоль пути пластифора. Она берет любой профиль и под него ведет любой пример. То есть что можно сделать? Я в этом молдинге выделю вот эти отрезки. мне нужен вот такой формы путь. То есть я могу выделить вот эти отрезки, чтобы заодно написать и использовать команду detach в режиме копирования. То есть я ставлю галку копия и нажимаю detach. У меня остается базовая деталь и как видите под ней спрятался вот такой путь. То есть теоретически что я сейчас могу сделать? Могу взять свой 1 развернуть его как-то вот так. Абсолютно бесполезно посмотреть сколько там он хватит подлиннее. Ну ладно сделай молдинг вот такой. Там тоже стоит нитка может тоже молдинг попилить и повторять вот это песок. Можно сразу с молдингом делать то есть я сейчас не взрослый маленький кусочек и маленький кусочек молдинг сразу нелепить друг друг а потом уже обрезать и шел распаковывать. Это я пошел с другой стороны. Что так уже делать? А вот что получилось? А теперь вот сейчас будет адовая жесть потому что к сожалению команда пас пас деформ ее может сделать как угодно только не простой предсказуем не она в итоге сделает все как надо но не при этом не приведи господь я беру и приделываю модификатор пас деформ в см смотрите друзья мои тот модификатор 4 штук важно очень право в какой из них если что-то не сработает проверить правильность модификатора применил я его и он говорит а ну-ка покажи мне путь по которому ты хочешь проверить где-то вот этот путь угоялся глубине вот типа можно нажать shift и объект трехмер на шесть вот 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 здесь большая модика ай-яй-яй так не получится ладно пик пас и адсан найдет путь он где-то вот здесь и он попал вот что получилось нажимаем команду move to pass поставить можно теперь получилось надо выбрать правильную ось x не y вполне y похож на правду вот как нам деформировался орнамент если я буду менять процент прохождения пути он вот так готов затечь на путь если чуть-чуть больше чем надо то можно менять встреч и сжимать его но больше всего меня волнует чтобы он шел краем по пути можно его еще потому что если возьмете команду движения подвигать его по оси и вы удивитесь он движется вдоль пути x он движется по глубине в этом сейчас вы видите z вот если вы будете двигать его по z как ни странно он будет отъезжать от пути или подъезжать можно вот так вот основание уже говорил хлопотный штука но хлопотный не хлопотный но как видите она его посадила единственное что он деформировался наше с головой мы это видим сейчас потому что он не любит выезжать наружу нам лучше его сажать по внутренней точке то есть вот так ну а то что он меньше чем надо ничего страшного сейчас он сможет представить вот сейчас он практически не деформирован и выделив его вместе с путем обязательно вместе с путем вы сможете его двигать без пути двигать его сзади в какой-то случае только вместе с путем либо можно сделать ему операцию конверта в editable поле специального ну кстати говоря вот на этот путь он сел не очень вот он сидит и чувствует себя неплохо сделать ему именно конверт в поле не получится классический тип нажат вот здесь вот но вы можете сделать что можно временно выбрать open садив чтобы он не мешал чтобы осталось только базовая форма нажать правой кнопкой попасть деформа и выбрать команду collapse это означает склеится навсегда он склеился навсегда отвечаем S и получаем объект уже вот так вот деформированный подножный деталь вот длина детали такая получается и мы приделываем опять open sub div получаем то что можно вот такой классический если сейчас покрасить материальчиком каким-нибудь допустим просто обычный гипс он будет так очень очень интересно смотреть могу покрасить гипсом с позолота так надо будет рассчитать дистанцию на которой срабатывает карта верей которая рисует позолота это вот расстояние радус это радус вокруг деталек где проходит позолота сейчас увидите вот пошло поехало а теперь мелкие стыки все-таки немножко позабочим можно сделать побольше чутской легендер долго ждать интересно как то верить позволяет блэд в материалах наносить там всякие разные штуки вот мы видим с вами что за таких сложных участок это золото но от радиуса зависит можно больше можно поставить радиус на подсотку будет вот так но что мы видим главного принцип построения куска он куда сложнее и я сам его далеко не сразу придумал как вообще справиться с этой штукой но оказалось в общем-то ничего что не вполне себе вот ну и конечно же вот мы видим как пас дефон он может сажать его на YouTube сложно поэтому я смог какой-то такой очень очень информированный по глубине может делать плоскость потом сажать отлично и я хочу показать вам продолжение пистолет давайте я верну обычный материал кстати по золотой ночи теперь можно просто сгруппировать эту штуку иногда спрашивают меня как его сделать углом ну внутренний угл это легко сделать то есть просто скопировал повернул как тебе надо и поставил вот пожалуйста внутренний не будет ливерей против такого счастья не будет ничего страшного будет торчать с внешним углом конечно сложно если вы желаете внешний угол который идет на внешнем стиле тут придется что сделать применить модификатор который называется слайз вам же по любому интерьер придется обрезать применять модификатор слайз который режет плоскость слайз оставится поперек карман и под 45 градусов внешний угол вот она теперь очень важно поймать какую-то определенную точку слайз чтобы она прошла через нужное место вот допустим здесь remove bottom и слайз связать все лишнее интересно почему они произвели далее да нет под теперь нет все хорошо странно подглюкивать посмотрим ну ладно теперь мы копируем эту деталь поворачиваем на 180 градусов и перемещаем слайз соответственно сюда разворачиваем на минус 45 градусов ну минус 90 и опять ставим в глифт ну и соответственно мы ловим нужное место и стыкуем можно с привязкой можно так сейчас рисунок естественно с такого он будет лишь приблизительно странно то что это глюки он даже не видит его как продолжение просто слайз вот так позорно подглюкивает но тем не менее увидите внешний угол получился интересный при желании вы можете прямо точно рисунок подогреть вам достаточно просто провести его через какую-то узнаваемую точку слайз хорош чем то что можно его двигать то есть можно любую скуду включить слайз плей и вот так перемещая перед подвесом он интерактивный дальше то есть он достаточно сделать длинный кусок и пожалуйста делайте его длиннее чем комната ваша и состыковывайтесь до вот так вот стен слайз подрезать потом если что сделайте конверт тупой и слайз отлично состыкуется если здесь вы проведете скажем через центр три листика и здесь вы тоже проведете через центр три листика кстати а потом перестыкуетесь то у вас будут ну сейчас видите да не очень удач то у вас в любом случае есть немножечко позиции получится хорош этот внешний угол с утренем все куда проще можно вообще пас деформ на углы делать но надо сказать пас деформ на углы смотрятся на крючок я пробовал иметь мне больше нравится ну а сейчас друзья давайте рассмотрим второй вариант у нас как раз осталось время на эту розетку я разморожу детали пока и розетку оставлю значит как строят такие розетки тут довольно хитрый пункт называется радиальная сибирь идея в чем нам нужно выстроить разметку по которой будем все это делать тут сектор вот повторяющийся на самом деле половина сектора само собой весь сектор строится семетром а половину строится ручка но как идеально вычеркнуть нужно разметка на 5 секторов как получить такую разметку для миллиона способов самый простой не напрягается ни разу не напрягается смотрите рисуем самый обычный цилиндр просто самый обычный цилиндр У этого цилиндра ставим настройки любой радуус побольше, высота по-фиг какая, сегменты 1-1, а здесь 5. И вот получаем 5 грамм. Единственное, что плохо, этот пятиграмик повернет. Мне нужно, чтобы он захватывал две верхние стороны. Вот так вот. А здесь получается, вот так мало полугода, да, так много. И он допрернёт на 22,5 градуса. Воу, не того, что было. А какая вот? Да, что ж. Сейчас, секунду. О, не 22,5, я ошибся в расчётах. 18 градусов. Вот теперь это. И вот это и будет разметкой, только как-то вот такую бы штуку сделать. У меня же понятие, вот цилиндр называется капсегмент. Никогда их не используют, а сейчас пригодится. Я ставлю капсегмент с 2, и он получает прямо сегмента нужную. Если вы не хотите цилиндр, хотите прозрачную возьмётку. Вот теперь можете просто взять команду line, и вот так прочертить линию по трём точкам. А цилиндр стереть. Можно было, конечно, схитрить. Сначала цилиндр вырубить вот сюда. С помощью команды варанку взять цилиндр, нажать варанку, на сюда, x, y, z, ok. А потом уже подширтить линию. А потом уже стереть цилиндр. И вот она разметка. Вот эта линия очень сильно зарешает. Она показывает что? Она показывает идеальный сектор. Понимаете, в чем дело? То есть эта линия показывает идеально нужный сектор, в котором рисунок. Хорошо. Строим рисунок. Но мы уже видели, как строятся такие рисунки. Здесь очень-то нет ничего сложного. Я здесь настраиваю ленту. Вот так вот. Примерно по этой линии. Здесь выстраиваю ленту. Здесь выстраиваю ленту. Некоторые части придется построить по тонн-кучкам. Это уже достаточно. Рисунок не такой сложный. Конечно, сложный. Но на самом деле нет ничего подобного. Как обычно, ставим поперечное сечение. Добавляем точку в середину. Ну, вот я сделал такой обычный классический орнамент. Делаем точку в середину. Берем эти ленты. Все оттачим между собой. Приделываем модификатор. Вы уже видели, здесь мыслик. Ставим цель. Бывает. Ставим вот это сечение производим. Опять же, небось там развернулось. Ну, дальше. В чем? В этих датусах. Да, в этих датусах. Проверяем лицевая сторона или обратная. Обратная. Значит, 80 датусах. Приделаем. Вот. Прекрасно. Делаем конверт. Это был поинт. Дальше. Пивот поинт было бы идеально расположить вот здесь. Потому что симметрия срабатывает пивот поинт. И прямо как надо все сделать. Поэтому я включу управление пивот поинтами. Вот пивот. И с помощью выравнивания выравниваю его на этот выгодник. Центр-центр. Или пивот-пивот. Мне очень хочется на конверт. Кстати, ладно. Пламбая. Тогда я выравниваю его на этот выгодник. А на конверт на этот. Вот все хорошо. Выравниваем с такой срабатывает пивот. Применяем модификатор симметрия. Что нам делает симметрия? А настрой, понятно, делал симметричный участок рисунка. Оп. Притом идеально. Поскольку я выравниваю под пивот, то все прям сравнялось. Если бы я двигал сейчас на глаз, точку срабатывает. А я мог бы не попасть сюда. Ну а так все хорошо. Как раз в работе с орнаментом требует очень высокий инженерный точек. Потом все это очень сильно пригождается. Когда ты рисуешь, ты там любые детали. Тот же колесный диск автомобиль. Кто рисовал буквы. Прием очень типовой. Но такое я бы сказал. Конечно, для людей, которые рисовали квартиры и интерьеры. Тот линии по точкам. Эти вещи, я считаю, что маршалка немножко сложная. Хотелось бы видеть. Но, тем не менее. Не могу сказать, что это прямо было сложно. Где-то сейчас я начинаю чуть-чуть переделывать все эти элементы. Здесь мне нужно их состыковать. Но какую я вижу стыковку себе? Я вижу стыковку себе вот такую. TargetVel сюда. Connect. TargetVel сюда. TargetVel сюда. Клоп. У нас получается почти что я хотел. Не хватает только какой-то дополнительной линии. Я как сделаю просто. Который поддержал бы вертикаль. Что приятно, поскольку у нас с вами симметрия. Толгую вертикаль держать не обязательно. Я могу просто такую задвигать, симметрию склеить. И здесь тоже. Симметрия же она и требует попадания в ноль. Она требует перекрытия лидер-симметрии. Все хорошо. Здесь, пожалуй, тоже надо ката привести дальше, кстати. О. Вот так. Чтобы была возможность все это дело вот так вот подравлять. Я думаю, так хорошо. Вот эта линия, по которой средство идет, точки должны идти под ней. Лучше немножко сзади. Сейчас поймете почему. Вот линия разреза, все точки стоят немножечко сзади. Отлично готово. Что дальше? Выпуск. А, ну здесь, конечно, стыковка. Оп. 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 Здесь стыковка. Симметрия сама склеивает. По сути дела, почему все не нравится. Просто расположите. Вот здесь начинаем настраивать детальки. Двое доестью щелчок. А, ну давайте сразу выпукнуть сделаем. Я выделяю вот это вот криминал, вот это вот криминал, вот это вот криминал. Вопрос. В середине здесь выпуклоса не нужна, так я отменю все. То есть, вот здесь мы где-то видели. Дальше хватит. Можно вот это вот здесь выделить вот так вот. Чтобы выпуклос пошла вообще по кругу. Что бы и нет. Да уж, может быть вот так. Орген, я ему бы вот так вот. Все. Давайте сделаем выпуклую деталь. А, давайте вообще все это немножко вытащим изнутри разгадки. Вот так. А теперь уже сделаем выпуклость. То есть, вот такой вот профиль. Видно, что в серединке выглядит. Оп. О, все хорошо. Ну и этим ребром ставим кризис 05. Ой, 0 3 где-то. Включаем обратно. Open sub div. Оп. Получаем начальную деталь. Как прекрасно. Стыковочки. Ну, в общем, что-то сказать. Принцип-то вы уже видели. Но за последние 5 минут мы еще раз. Стыковим так. Это сюда. Теперь обратно. Края застыковать. Выделить. Очеркнуть. Много сделать лучше. Готово. Хочется, конечно, показать вам, как строится вот этот завиток. Не уверен, что успеет. У нас не так много осталось времени. Мне хочется показать самое главное. Но немножечко думаю, что этим мне удастся. Здесь. Если выход такой сложный, можно построить свое более прикольное. Вот так. Выставить коннепку. Вот эту точку поднять выше. Нам нужно вот этот вот участок сделать поднятым. Чтобы он образовывал плоскость. То есть вот эту точку поднятым здесь или здесь приподнять. Вот так. Видите? Можно было даже сделать две точки. То есть сделать двойной коннект. Вот это подвинуть. Или сделать коннект вот так вот с двумя. Или самое прикольное. Взять вот этот полигон. Удалить. Вот эти точки отодвинуть. Но это уже выше. Вот это ребро скопировать вниз. Оно образует идеальную плоскость. А здесь и здесь заполнено пространство. Как заполнится? Берем хэш. Ну, способ в куче. Простой способ. Показываю. Такой, чтобы ему голову уголовать. Этот кусочек копируем влево. Этот кусочек копируем вправо. Берем команду target-wield. Эту точку пришла им, где взяли. Эту пришла им сюда. Эту точку, где взяли. Эту сюда. И получается очень интересный выход. Видите? Вот такой. Как бы он сразу закладывает боковины. То есть теперь я могу взять вот эти вот три бинта. И копировать его вниз. И он прям выстраивает именно объем боковины, как я хочу. Ну, а здесь, конечно, коллапс. Но здесь он именно плоско сделал. То есть я вот здесь хотел показать, как можно выстраивать плоскость. А здесь будут узкие пальчики. А здесь, кстати, будет плоскость. Еще одна. Надо коннектнуть. Ну, они коннектны. И здесь выключить их на кучу. И если хотим четко сделать линию, то дальше придется вот так коннектрировать. О, это что такое? А, ну и балдец, выглядел ли что-то. Ну, вот такая получилась здесь штуковина. Четко обозначена выпуклым участком. Ну, а здесь уже наше то, что вы видели, действие на раз. Делаем так. Так. Поправляем точки. Порой все это кажется немножко неуплюж. То есть ты двигаешь точки, думаешь, ничего себе. Так как движет, не будет смотреться. Могут. Куда взялся. Тут главное выход сделать. То есть основание удержать. Ну, а дальше все. Вот оно пошло. Еще один коннект. Еще один коннект. Еще один коннект. И они уже устраивают легко на что. Не запутать в точках. Можно, вновь, тогда их не так много. Опенсаблик. Вот, получилась форма. Она именно выпуклая, если нужно в профиле. Ну, как выпуклая, если нужно в профиль. Опроси в профиле, конечно, выделяется. Вот здесь можно еще сделать коннект насквозь, чтобы он прошел прямо вот досюда. Здесь тоже. Это для того, чтобы удержать критик жесткости. Здесь тоже. С вашего позволения я не буду спрятать вот этот уголочек. Конечно, простите такую неврежность в отношениях. У меня, по-моему, другое. Ну, вот тут можно попытаться сделать критик. Но это, кстати, не так просто, потому что он не удерживает эту линию. Тут как не крутило, где-то линия не удерживается. Единственное, как ее можно удержать, это просто сделать еще один коннект или кадр вот здесь. Почему ее удержать? Потому что тут симметрия срабатывает. Симметрия не умеет где-то вот здесь. Поэтому придется сделать просто вот такие дополнительные сфтера, которые, типа, держат жесткость. Вот, теперь все хорошо. Ну, интересно, а как же остальные части? Да, может быть, еще и тут сделать, конечно, кусочек. Но, опять-таки, я слышу, что уголение сфтера на вне, если вы не хотите. Как сшивать без шоу? Перед тем, как сшивать, друзья мои, нужно разрезать. Я уберу сабдину, опен сабдину, и я уберу сабдину. Сделаю его кадр. Вот. Это линия, которую мы еле видим, из-за лярого, ну, сейчас на белое. Это линия разреза. Именно по ней деталь надо отрубить. Ни миллиметров, ни микронов, в стороне. Тогда вы получите идеальные стыклубные участки вокруг. Понимаете, что я делаю? То есть, симметрия разрез перейдите туда, и они сойдутся. Они будут не знакомы. А как мы это сделаем? Возьмем детали, включим. Тот же трюк, когда я рубил в куске, потом сдавал в куск, чтобы здесь немножко посложнее задумок. Задумок. Хотя бы я не сказал, что посложнее. Это тоже было прекрасно. Это самая технологическая сложная часть. Еще раз заметил, точки вот эти все немножечко залили. То есть, вот чуть-чуть, там, миллиметр, микрон, там, не знаю, скажите, что угодно, но к ним залили. Дальше включаем слайс-плей. Сплит. Галка сплит, которая разделяет на куски. Не хочу там горят, такая же точка удивительная. У меня будут два элемента для них отгубиться. И главное, это привязка. И я могу привязываться вот к этим точкам. То есть, что мне обеспечит идеальный разрез? Я скажу к их слайде, что режь из этой точки, вот в эту точку, и он разрезает идеально по линии. Не микрона в стороне. Все. Вот разрез пошел. Теперь я получил такой клейкат, идеальный разрез. Я беру элемент, вот этот элемент удаляю. И затяните, друзья мои. Просто то, что доктор написал. Возвращаемся в метр. Без опен, сомнево пока. Вот что сделалось. Ну а дальше, а дальше все. Пивот-порт стоит в центре, то есть, можно применять команду копирования на силу. Я нажимаю пулс рей, ставлю по оси, так как это будет, Z 360 градусов, предварительный просмотр, пять копий. Получаю колголовность. Но самое самое главное, то, что точки деталей идеально софтарят у этих секторов. То есть, теперь эти сектора могут быть шиты дешевыми. Если мне тебя нажал окей, вот они. Понимаете, что? То есть, я возьму один сектор, нажму ему сейчас конверт уже под симметрию, чтобы симметрия встроилась на себя. И оттачен, приоттачен под дискетер. Теперь, а теперь все. Теперь я могу взять бордов. А, нет, фига, не керрибок. Надо склеить разрывы, потому что раскрывание разорванное. Хотя кажется, будто нет разрывов. На самом деле, смотрите, я беру точку и вижу, нет, есть, разрыв. Но в чем сосудка? Эти точки находятся в гулетах. То есть, если я выделю вообще все точки без разбора и зайду в диалог вилда, что произойдет? Допустим, я поставлю мои любимые 100 микрон точность, то есть 0,01. И вилд говорит, да, подтверждаю. И я тебе 40 точек склею по парламенту. Снести 80 точек. Окей? Склеил давай. Все. Теперь здесь нет разрывов. Смотрите, я беру точку и она двигается сразу обе стороны. Иди, и вернем фейстом OpenSubDiv и вот я получаю без шоу. Остается только лишь выделить бордов весь и по SZ его так увеличить немножко и сделать ему потолще, ой, поровнее лидера. Вот. То есть, чтобы дополнительно толще подбирать. И вот я получаю такую розетку. Ну вот, друзья мои, у нас получился обычный орнамент, у нас получился гнутый орнамент, у нас получился розетку. Ну и можно на последнюю трендерную порадоваться. Как-то форма удачно смотрится. Поскольку они строились по-честному, полигонами, у них идеальный профиль. Ни один другой способ такого хорошего профилирования по-сотному, как грудерей. То есть, если делать фикс-фуду, или еще, как, например, линию, там, черчев, не будет такой линии по-сотному, и не будет такой возможности делать грудью всяких формах красивых. Типа вверх, чек-завирков. Тон, полный контроль, чем вообще вам сделать. Главное научиться бесшовно повторять все по-клубу и по-другому. И у вас не будет проблем с представлением какого-то предприятия. Естественно, задача не самого представления какого-то бизнеса. Она сложная и инженерная, и правая в обществе. Но очень интересная. И, кстати говоря, стоит вам помоделить сорнаменты, и вы очень гибко научитесь вообще, в принципе, справляться с любыми перебираниями моделями. Я сам достаточно часто сталкиваюсь с необходимостью, но, кстати говоря, не с орнаментами. Орнаменты я беру сном готовые, и просто сгибаю их по руку, куда мне нужно, режу. Но, опять, когда ты понимаешь, как его сделать, ты спокойно относишься к тому, что там готова модель подрожжена. Ты можешь подрожжение сразу выбирать. Спокойно относишься к тому, что модель или цифра, что может быть не поднимая. То есть, ну, тебе, конечно, это вообще работа, чем не делается. Ну, вот, в моих работах чаще всего приходилось иметь дело с чем-то вроде вот этого. Тут очень много орнаментов, сейчас покажу. Старая работа, на меня сухор, она нравится, потому что здесь очень хорошо видно поработку всего этого дела. Вот, мы видим, как орнаменты лежат. Мы видим, здесь, как орнаменты лежат. Мы видим, как вот куклы они лежат. Это все, естественно, паз-деформа, плюс правильная подсечка орнаментов. То есть, видите, он же бесшовный идет, да? То есть, мне пришлось делать деталь, которая будет идеальным бесшовым с какого-то какого-то. Опять, нужно было все подвесить вот так. Да, нам готовить, но подвесить его с одним стаблами. Достаточно цифровый. Ну, как цифр, ну, 10 заблоков. Опять-таки, у меня не что-то. Как и странно, такие навыки очень пригождаются, как отстроишь детали вроде вот таких. Вот тоже полимоделин. И, хотя, вроде бы, тема совсем другая. Вот, некие орнаменты. Но, в конце концов, вот эти вот детали, они ничем и орнамент в конце концов не отличаются. Это все равно все то же самое, только с чуть-чуть более сложной, пожалуй, формой. Но, но эта тренировка, она потом очень сильно продолжается. А вот статуи готовы? Статуи нет, но статуи всегда готовы, естественно. Максимум, как-то их немножечко модернизировать. То есть, ну, вот мне пришлось где-то делать, например, вот такую штуку, сейчас покажу, со статуями. Я взял программу, называется Поза, потому что, как есть библиотеки, статуи, но это не все варианты. Вот мне нужно было вырисовать двух лежащих статуи. И, ну, нет, вот такой Поза, как художник не обозначен. Есть программа называется Поза, которая позволяет любые тела как угодно продавать любые плоды. И экспортировать можно. Ну, вообще-то, для другого не может, но можно использовать. И вот, например, сейчас покажу. Тоже очень много, там работы с орнаментами было, естественно. Вот здесь. вот эта статуя, она готова? Да, это не дается полчаса. Но вот это вот уже мое изготовление. С раком. С раком. Вот эта вот милая леди, она была готова? Город готова. Не совсем готова. Что-то просто и куда-то нужно. Но, а вот тряпочка уже мое. Да. То есть можно в дракуровочек пошло сделать. Вот. ну, здесь тоже, видите, где-то пришлось сквозиться вот с такими деталями, немножко армаментов взял. Но почти все готово. Просто удачно сквозь. Друзья, на этом, в общем-то, я сказал, что хотел. Мне было очень приятно выступить сегодня перед вами. Вот. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Ну, а так, всем спасибо за внимание. Спасибо, что пришли и посетили. Надеюсь, это только вам будет полезен. и посетили. Спасибо. 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 Продолжение следует...